здравствуйте друзья сегодня поговорим о нулевой декларации так называемой развеем мифы точнее слуги пытались развеять мифы но в результате придется мне развеивать мифы слуга мифах про нулевую декларацию итак друзья мы решили слуги с просту ваты якобы мифы о законе о нулевой декларации это прекрасный пример самоубийство сосну с разбега взяли и подтвердили все что и тимошенко с трибуны рады сказал и слова анархиста о том что это ограбление украинцев жадными и алчными прислугами зеленского и так при нулевом не фигура речи уровня доверия к банковской системе после правления порошенко зеленского после всех идиотизма финномониторинга когда все ваши деньги в банке больше не ваши деньги после всех писем нбу о том что банки не инвестируют а лишь играют в интересах своих владельцев на пирамиде внутреннего долга овгз зеленский решил что вы обязаны все свои матрасики отнести им в их банки и принудительно еще и налог заплатить при этом сам зеленский прекрасно играет вместе с заграничными и транснациональными спекулянтами на пирамиде овгз имени маркаровой а кто не отдаст добровольно не заплатит им налог тот через годик будет платить им дань сказка о буратине приобретает фантастический масштаб наскирдовал буратино пять золотых в тайне от карабаса барабаса ухаживая за престарелым итальянцем карлом и терпел шуточки за чаевые от его собутыльника джузеппе привез это все глупенький на родину и вложил в домик в майно и спрятал под матрасом но прислал зелебас прислуг своих в кипцерских очочках и гламурным рыжим хвостиком и те потребовали от буратины бедного немедленно зарыть свои золотые у них в норке налогом сразу отдать за это а иначе сказали что вся голота сценическая из фильм мониторинга и налоговой тщательно оценит состояние боратины и тот еще должен останется но решил некто александр ковальчук и значконосных депутатов зеленского в кавычках развеять эти мифы и даже рекламу прислуга запустила в фейсбуке ну давайте проанализируем неоподатковані колись кошти отримані з неофицийных джерел руками зберегались під матрацами українців але пересечні громадяни не винні в тому что протягом десятки уроки в украине будувалася система в який підприемцям та іншим людям було небезпечно показувати свої справжні доходи держави але все змінилось і тепер держава не карає а дає можливість громадянам повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг простими словами ми даємо поштовх розвитку економіки України адже сотні мільйонів гривень які колись приховувались зможуть легально в кавычках працювати каже нам этот депутат отлично то есть оказывается это граждане виноваты в том что нам пришлось выживать вопреки его усилиям а теперь добрые слуги любезно разрешают нам принести свои денежки в их банки лечь под их финмониторинг в скобках потерять деньги и великодушно позволяют нам заплатить еще новых налогов им простите я правильно изложил слова этого депутатского гиганта мысли от прислуг кстати уроженца Ровенской области имеющего отношение к весьма интересному назовем это так бизнесу надеюсь я правильно все изложил далее гигант мысли сообщает что никакого принуждения ну что вы только добрые слова говорит это особистий выбор каждого человека но перевод в декларировании достаточно например ставка оподаткувания для активов в украине становитесь лишь 5% вы точно уникнете криминальной ответственности в будущем ага помните про бриллиантовую руку а кто не купит облигации тому отключим газ гигант мысли нам сообщает что если вы не отдадите им подать и свои деньги вас посадят не так ли прислуга дальше больше гигант решает развенчать миф мол декларование спрямовано на украинских зарубитчан и пробивает дно оказывается мы все ошибались друзья мы их идея обложить данью не только зарубитчан но вообще всех кто проголосовал за них и даже тех кто пострадал от такого выбора соотечественников декларирование спрямовано на широкое коло оси вики ухилился від оподаткувания до першего сечня 21 года зарубитчанам будет корисным легализовать гроши такты он нам сообщает о том что это будет очень полезно очень полезно я думаю что самым полезным решением было бы изгнать этих прислуг из ради и устроить им ревизию их статки но это уже после новых выборов далее товарищ очевидно перепутал украину с австрией где мы уже при предыдущей власти и спили весь кофе в венской опере апеллирует заморским практикам цитат треба розумит и чтобы всех цивилизованных краинах и тенденция на посылами финансового контроля и украина на правильному шляху ну куда вы ведете нашу страну мы в принципе все уже знаем но в том сыром и темном месте извините европейскими практиками достойны оплаты труда стандартами соцзащиты соцгарантий и не пахнет там пахнет иной субстанции вами и тут он открывает нам тайну оказывается им нужно обобрать украинцев чтоб поправить бюджетные дела не за счет спонсоров прислуг монополистов латифундистов олигархов и депутатов а за счет самих же украинцев цитата плануете сбить шиня доходе в бюджету что вымиривать у десятках миллиардов гривен такой простой простачок ну что ж ну остается только сообщить что анархист он же михаил чаплыга он же ваш седьмой президент не просто отменит все это включая мансы финмониторинга но объявит экономическую свободу простых граждан а чтобы отметить обретение свободы ваш седьмой лично инициирует проект закона национальном трибунале над теми кто грабил простых украинцев список подозреваемых для трибунала истребуем в администрации президента кому и парламенте все будет хорошо а зеленскому и прислуги дарю старую притчу пришло время запустевшую казну пополнять посылает хан своих мытарей налоги с народа собирать возвращаются мытари хан спрашивает ну что как мой народ плачет отвечают мытарь говорят что ты последний у них забираешь подумал хан и снова своих сборщиков послал за налогами когда те вернулись спрашивают ну шо как то мой народ пуще прежнего плачет тебя проклинают ухмыльнулся хан и в третий раз отправил мытари вернулись мытари хан снова спрашивает ну шо как мой народ смеется народ отвечает мытари куда не глянешь сюда висели до пляски о вот теперь я верю что у народа больше взять нечего когда за душой пусто только смеяться и остается мы смеемся над вами не останавливайтесь